Я так вот тоже по картинам... Ко мне тут в выходной приходила моя внучка. Понимаете, ей три с половиной года. Я открыл, я говорю, как Машенька, похожа она? Похожа. Я говорю, на кого? Она на Пушкина. Я говорю, ну молодец, думаешь, трёхлетний... Сейчас нам это и расскажете. Нет, это, знаете, получится, я хвалю себя, понимаете. Нет, дело не в этом, что дети узнают. Вот что, понимаете. Да, да. То есть, самое главное, это что? Чтобы это не в пустоту было. Для чего мы это делаем? Даже ведь молодой поколение сейчас всё равно знают Пушкина. Уже 200 лет от начальника дня рождения. А знают и стихотворение запросто могут прочитать даже в детском саду. То есть, это не просто какие-то разговоры о какой-то личности, которая какой-то личности не представляет. Вадим Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, как у вас возникла идея создания бюстера? Может быть, вам дали заказ на его создание? Нет, заказ мне практически такого не было официального. Просто, ну, так как я художник, сами понимаете, и уважаю, во-первых, Александра Сергеевича, и вообще, так сказать, считаю его гением первой величины в любом плане. Вот, и поэтому я решил 200-летие, ну, просто для себя. Это творческая работа, это не какой-то заказ был. Значит, я начал где-то ещё перед Новым годом заниматься этим портретом. Ну, так как каждый художник пытается ещё и свою работу реализовать, так сказать, куда-то её в жизнь притворить. Поэтому я попытался предложить администрации Октябрьского района. Почему именно им? А потому что вот, а, нет, извиняюсь, потому что я знаю, значит, глава администрации, ну, познакомился в прошлом году, Александра Валентиновича Сокулина. Вот, и он меня просто, он меня заинтересовал как, ну, человек, интересующийся вообще культурой, понимаете. Он ко мне, мы с ним общались до этого. Вот, я просто предложил, правда, я забыл, что у них улица Пушкинская, а он мне напомнил об этом. И, в общем, в итоге они заинтересовались и, в общем, сказали, что вроде будут, ну, как бы, способствовать тому, чтобы эта моя работа была установлена. На улице Пушкина? Да, на улице Пушкина. Ко мне приезжал сюда, значит, заместитель главного архитектора Тарасов, я имя, отчество не помню, ну, вроде бы, вроде бы понравилось, понимаете. Я, хотя, не могу сказать конкретно, это уже он сам лично скажет. Ну, и все будет зависеть, конечно, от администрации города, я так понимаю. Ну, вот, чтобы только Билст украшал эту улицу, конечно, улица Пушкина. Единственное, что упоминает о том, что Пушкин был у нас проездом в городе. Он разве был проездом? Ну, вроде говорят, что все-таки он был по местам Пугачева, проезжал, и вот вроде как был проездом. Ну, вот как вы думаете, наше поколение, вот растут маленькие дети, они смогут узнать его, прочитать стихотворение? То есть не зря эта работа делает? Ну, в принципе, я думаю, не должны не узнавать, потому что ко мне вот сюда приходила моя маленькая внучка, и три с половиной года, когда я открыл ей, показал, спросил, она сказала, да, это, значит, Александр Сергеевич Пушкин. Ну, для меня это, конечно, было приятно, потому что ребенок такого возраста уже, значит, просто узнал по внешнему виду. Ну, соответственно, как говорится, если это будет приносить пользу для людей не только взрослых, но и маленьких, это будет для меня приятно. А вот с чего вы берете? С каких-то эскизов, с других работ? Или сами представляете по его произведениям таким, как он был? Ну, знаете, я смотрю работы мастеров, которые вот у меня здесь, ну, альбомы, фотографии разных, Апикушинский Пушкин, который его делал еще, в Москве, значит, установлен памятник Белошовой, вот, работа, Комова, Томского. И, соответственно, как-то анализирую все это, в себя впитываю, ну, соответственно, конечно, я выдаю уже что-то свое, то есть результат. Правда, у меня материала мало, нет маски Пушкина посмертной, вот есть такая, ну, как говорится, вот так почему-то не получилось, я никак не приобрел ее. Ну, судить это уже будет народ, если она будет стоять, моя работа. Вот, так что, не знаю. Если вот вы что можете сказать, вам нравится? Вам понравилось, да. Спасибо. Ну, спасибо большое. В общем-то, это все. Андрюш, давай, наверное, еще вот книгу. Порабатывать, значит, вот, ну, здесь, конечно, я так наброски делал. Значит, если помните вот это вот место, да, как оно называется, около поликлиники, там сосеночки, помните, да? То есть, будет примерно такая вот композиция, значит, это вот дворик, это здесь проходит забор, вот это из-за решетки, и будет углубление такое полукругом. Ну, я не знаю, архитектор предлагает сделать глухую стенку, чтобы якобы... Не просвечивало. Не просвечивало, да, все это было. Ну, это решать уже не мне, понимаете? Вот, если его проект будет одобрен, то, значит, взяли аналогию у НТВ, или как? Вот, совместно возникла такая идея, совместно. Медленно, быстро? Побыстрее. И вот сейчас разверните его и фаз оставьте. Пойдет? Аня, то, что я говорю, там ничего? А я думаю, значит, это их инициатива. Он мне вчера говорит, тебе телевидение должно тебя разыскивать. Я говорю, в связи с чем? Он говорит, ну, в связи с Пушкиным. Я говорю, а что с Пушкиным? У нас, говорят, ни договора нет, ни... Ну, ладно, буду знать, что есть. Какой он такой? Вот, приглашу вас на другие сюжеты. Да, что же, запросто, кто знает. Ну, не помню, на какое время был назначен, значит, открытие. Там администрация района была, цикология, все представители, значит, администрации. С Думы был этот Косов, значит, наш ленский депутат. И, в общем, ну, нас пригласили, соответственно, в общем, вот, я не знаю, наверное, две минуты, даже не две минуты, минутный сюжет такой, вот, просто обзор провели видеокамерой, что вот, ну, открытие тара-та-та-та состоялось. И, в общем, раз, и все, то есть, как мимолеты. Ну, в общем, да, ну, потому что... В смысле, мы к вам приедем. Вот, ну, я, собственно, шел пораньше, думаю, чтобы мы где-то не провели, вот. Тут столько синей двери, хорошо, хорошо, что нам сказали, битоническое. А тут библиотека вся синяя, вот тут я, вот тут какая-то еще две синие есть, и мне... Давайте. Вождей мирового пролетариата. И получал за это приличные и даже очень приличные деньги. Застойные времена, как это ни странно, были для него самой благодатной порой. Ну, когда я работал в художественном фонде, первый заказ был, это мемориальная доска в школу Павлика Мороза, значит, Борельефа. То есть вам пришли Павлика Мороза? Да, довелось. Хотя мы сейчас считаем, что он там нехорошим мальчишкой был, но... А когда вы его делали, вы были для вас хорошими? Вы знаете, я как-то вне политики. Я и не думал о том, что он, тогда же стал спинерогероем. Вот, ну, меня в первую очередь интересовало качество моей работы, чтобы для заказчика было... Ну, принят был заказчиком, и, соответственно, чтобы он был похож, и вообще... Сейчас все изменилось не в лучшую сторону. За последние два года у Владимира было только три крупных заказа. Голова водолея для оформления родника в Ленинском районе, обелиск памяти погибшим героям в годы Великой Отечественной войны и бюст Пушкина, установленный на одноименной улице в честь юбилея великого поэта. А вот один крупный городской заказ все-таки сорвался. Четыре евангелиста. Ну, в принципе, я... Если чему быть, того не миновать, сами понимаете. Вот, а... Ну, вы знаете, я вообще-то по своей специфике работы, и вообще по натуре, и по знаку зодиака, самый свободный знак считается... Ну, если вы помните, Высоцкий, он знак водолея у него. Вот я тоже водолей. То есть у меня и профессия такая, что я не люблю быть под кем-то, или чтобы кто-то мне командовал. Да, то есть, вот... Поэтому, когда произошли перемены такие вот, в сторону... Я не... Я не... Ничего? Нет, да. Вот, значит, в плане того, что, ну, как бы народ взглянул по-другому на окружающий мир, и на соседний, зарубеж и прочее, я, конечно, это воспринял положительно, потому что, ну, будем считать, что мы немножко вырвались с каких-то таков определенных. Хотя, сам этот переход, он проходил, я считаю, ненормально. В постсоветские времена Владимир пытался уйти в коммерцию, но судьба распорядилась иначе, и творческая стезя так и осталась для него единственным способом для существования. И творческая работа с вложением в нее своей души, и, так сказать, своего... Ну, то, что тебе близко, и вообще теплоту какую-то человеческую, чтобы... Ну, и когда, допустим, открывается работа, и... Просто, ну, посторонний какой-то человек, не специалист, и не ценитель какой-то там, значит, высказывает о этой работе, о моей, значит, своей точке зрения положительную, ну, мне приятно, что люди, так сказать, воспринимают мою работу, понимаете? Вот. Это, я считаю, для художника немаловажный фактор. В небытии осталась целая эпоха, когда такие скульпторы, как Владимир, были востребованы и государством, и временем. Сейчас иногда приходится делать под заказ даже урны под цветы у коммерческих ларьков. Но жизнь продолжается. Тем более, что рядом есть верная жена, с которой уже прожито 27 лет, двое взрослых детей и внучка. Сегодня на территории городского парка открывается новый бюст. В честь и представленном быть здесь удостоился один из первых саратовских губернаторов Алексей Давыдович Панчулидзе. Экипаж по немецкой кусары вверху Выплывает трамвай, как мираж И растаял вдали за углом На негорской казачьей разъезд Наш сыр, на деревья, И растаял вверху И растаял вверху И растутся mighty И растаял вверху И растаял вверху Это было когда-то на праве Старый сыр, Но всех молодец Молодимый Кипотянок и пальцы Наш сыр Наш сыр Наш любимый дождь ПЕСНЯ На несколько минут мы перенесемся с вами в век 19-й, в самое его начало. И, наконец, за успешную борьбу с эпидемией чумы в Саратове в 46 лет был пожалован в чин саратовского губернатора, на котором оставался целых 18 лет и прослыл среди губернаторов долгожителем. ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...